Друзья, встречайте одного из лучших спикеров, как мне кажется, но я пока еще не видел его презентацию просто, одного из лучших спикеров конференции. Боря, врывайся на сцену. С чем были эти плацинды на кофебрейке? Всем привет. Меня зовут Борис. Я продакт-менеджер в компании Soflex. Прежде чем я начну, небольшой дисклеймер. Все персонажи и события вымышлены, все совпадения случайны. Нет. 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 На самом деле я вам расскажу пять настоящих историй из реальных проектов, с которыми я сталкивался, с которыми я работал в разных ролях в качестве стейкхолдера, в качестве продукт-менеджера, в разных ролях, но все, что я вам расскажу, это настоящие истории о реальных проектах, которые происходили в небольших командах. Очень важно подчеркнуть то, что в крупных компаниях уже, как правило, отстроены все пайплайны, все производственные процессы, деливери, отписывание задач. Вот эти вот все workflow, они, как правило, в больших крупных компаниях прописаны. Они работают именно в том виде, в котором они должны работать. Когда мы говорим о более маленьких командах, о более скромных компаниях, в которых такого рода, которые, сталкиваясь с такими задачами, они для них новые, возникают определенные сложности, о которых мы сейчас поговорим. С чем можно сравнить проекты и управление проектом? С кухней. Очень похоже. То есть у нас есть таски, которые являются блюдами, у нас есть повара, которые, по сути, являются нашими программистами. ТЗ — это рецепты, и проект-менеджмент — это шеф. Первый рецепт любого провала — это микроменеджмент. Чем плох микроменеджмент и почему это большая проблема? Проблема с микроменеджментом сталкиваются, как правило, люди, которые пришли в управление проектами из технических должностей, либо люди, которые выполняли на проектах сразу много разных функций, которые из-за того, что они вовлечены были во все процессы с самого начала проекта, они считают то, что если что-то ты хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Из-за этого происходит ситуация, когда продукт-менеджер начинает залезать в каждый процесс индивидуально, начинает его контролировать и пытаться внести поправки в каждую точку, в каждую запятую в проекте, то, как он происходит, из-за этого этот проект-менеджер становится боттлнеком всего проекта. И скорость, velocity закрытия задач ограничивается возможностью и способностью закрывать задачи одного единственного человека, вот этого проект-менеджера, за которым все завязано. Я вам расскажу один кейс. У нас есть большая команда. Вот возьмем компанию. В компании один продукт-менеджер, три контентных специалиста, три копирайтера, пять разрабов и один SEO-специалист. Конкретная ситуация, проблема, она происходит в контентной команде. Среднее количество задач в to-do висит, 20. Самый старый таск – полтора года. Этот таск, вот мы уже понимаем, что если ему полтора года, в контентной команде, которая занимается обработкой продуктовых акточек, скорее всего, эта задача уже нерелевантна, она уже нерабочая. Но при этом она уже там висит, она захламляет этот to-do-лист, который был сформирован там из-за того, что с разных концов сливаются задачи, коммуникация, она разорванная, и в итоге задачи медленно выполняются, потому что все задавано на одного project-менеджера, а задачи скапливаются, потому что их нормально не закрывают. Как решать такие вопросы? Сделайте из вашей кухни McDonald's. Заавтоматизируйте полностью все процессы и проделегируйте все процессы. То есть автоматизация очень простая. В случае с контентной командой у нас на данном проекте использовалась Trello и очень простая система автоматизации и формирования карточек. Первый спикер сегодня, Андрей Томаш, рассказывал, как они проавтоматизировали жир. Аналогичным образом у нас происходила автоматизация в Trello. То есть все задачи, они сливались через один flow, то есть из разных отделов задачи попадали на e-mail, и через e-mail автоматизацию Trello они сливались в backlog. А те задачи, которые можно было полностью автоматизировать и для того, чтобы контентная команда к ним даже не прикасалась, такие типовые задачи, как, допустим, обновление наличия товаров и обновление цен, они обновлялись автоматически вообще без участия человека. То есть задачка попадала в Trello, и из Trello она через батлер автоматизации улетала на сайт. Разделегировав, создав правила управления какими-то мелкими задачами, допустим, продуктовым описанием, были созданы лимиты, границы, там, где сотрудники уже могут принимать собственные операционные решения, не вовлекая продукт-менеджера в внутренний процесс. Таким образом, среднее количество задач в Tudu сократилось до двух, и самый старший таск он имел один месяц. Все таски релевантны, все работает, все обрабатывается, залетает в данную. Проходит некоторое время. Приходим ко второй проблеме. Мы все разделегировали, у нас все классно, у нас довольный спинчборф, у нас все классно, мы уверены в том, что у нас все работает, все процессы автоматизированы, у нас все разделегировано, все классно полетело, все, конфетка, но что-то не так. Спустя некоторое время, из-за того, что за процессами не следили, не проверяли, автоматизации поломались, таск самый старший постарел на 6 месяцев, и в Tudu скопилось 34 задачи. Опять у нас пожар. Что с этим делать? Как решать проблему, когда у нас вроде бы все было хорошо, но из-за чего-то у нас все пошло не в том направлении, в котором должно быть. создаются четкие дедлайны для задач. Таким образом, мы ограничиваем скорость выполнения любой задачи, которая туда залетает. То есть прямо в процессе формирования задачи, как она залетает в бэклог, она сразу же имеет определенную проценту по времени, в зависимости от объема. В случае с контентной командой оценки они достаточно типовые. И регулярные чекапы на автоматических задачах и на делегированных задачах. То есть, к примеру, если мы говорим про автоматические обновления по теме уже наличия эмоционалов, то они регулярно могут еженедельно проверяться, и тем самым любое отхождение от стандартов автоматизации, он сразу же будет явным. На груминг всей этой системы, выявление проблем, был потрачен всего один день. Были устроены еженедельные планерки. Самый старший таск, он помолодел до одной недели. И в ToDo, опять же, осталось две задачи. То есть в результате улучшения этого workflow общие показатели, они еще сильнее улучшились. Чем после первой итерации. Расскажу вам еще про другой кейс из другого проекта. Мы знаем, как, в принципе, разбиваются проекты на задачи, на блоке задач в Project Management в том же самом Agile. То есть у нас есть Epic, и продолжая ассоциацию с кухней, мы сравним его с банкетом. Для того, чтобы сделать хороший банкет, и, допустим, чтобы Epic гамотно разделить на ползадачи, мы разделяем его на пользовательские истории. В случае с банкетом это подача блюд. Когда мы разбиваем подачу блюд, это мы разбиваем на таски. В случае, как мы уже говорили, таски — это блюдо. В проекте, о котором сейчас идет речь, была ситуация, когда таски были завершены, а Epic нет. То есть до завершения самого Epic и банкет, по сути, он не был готов. Около 300 тасков не были присоединены ни к одной пользовательской истории или к Epic. Проблема состояла в том, что просто определенные задачи выполнялись, и при этом их назначения, они не доводились. То есть блюда, они просто оставались на кухне, уже приготовленные поварами, и все было классно и красиво. Но эти блюда, они не доходили для посетителей. И проект, по сути, он провалился. В результате неэффективного менеджмента проект пришлось заморозить, и он не нашел своего будущего. Как нужно было бы сделать? Это заканчивать функционал как таковой. То есть не идти от решения просто мелких задач, а именно заканчивать функционал в целом. И берется… У нас крупная задача, к примеру, если подходить к этому проекту. Есть задача. Задача нам нужно сделать промо-баннер на главную страницу. Для того, чтобы промо-баннер появился на главной странице, мы его разбиваем на маленькие подзадачи. То есть мы отдаем дизайнеру на отрисовку баннера. Мы после того, как его отрисовали, мы его отдали на загрузку в той же самой контентной команде. Контентный канал до его загружает, и после этого мы завершаем вот этот блок задач, мы его закидываем в данный. В случае… То есть мы берем историю про то, какой функционал нам необходим, и мы этот функционал дробим на мелкие подзадачи и их выполняем one by one. До тех пор, пока мы корневую задачу не завершим и не сможем закинуть в данный. Для того, чтобы это все у вас работало, необходимо создать внутренние правила для доставки задач в продакшн, грубо говоря. То есть чтобы люди понимали, по каким правилам работает разработка у вас в команде. Она может быть привязана к каким-то методологиям, она может быть не привязана к этим методологиям. Они могут быть ваши внутренние выдуманы, но у вас должны быть правила, по которым вы будете работать, и ваша работа будет выстроена наиболее эффективным образом. Держите вашего менеджера мотивированным. Если вы являетесь менеджером, пытайтесь себя поддерживать в мотивированном состоянии, поскольку если нет мотивации к росту проекта, к тому, чтобы доводить дело до конца и создавать хорошую рабочую культуру, то оно не получится. То есть из ключевых это создайте правила, следуйте им, уважайте корпоративную культуру и внутреннюю рабочую культуру, и пусть менеджер будет мотивирован для того, чтобы это все делать. Четвертая история. Мы знаем очень известную фразу, задокументированный баг – это фича. Но следует также иметь во внимание такую штуку, что незадокументированная фича – это баг. Потому что если мы говорим про документацию, в нашей кулинарной аналогии – это рецепт. Рецепт – это инструкция, чтобы понять, как готовится блюдо. Документация – это инструкция, как работает код и как с ним работать. Расскажу вам историю. Проект. Два проект-менеджера, у которого один передавал дела для другого. И не было никакой документации по проекту. В результате, когда что-то падало на проекте, приходилось копаться в функционале, который был сделан непонятно как, непонятно зачем, переизобретать колесо и рефакторить код. Для того, чтобы избегать подобного рода, то есть тезис очень простой, описывайте все фичи, которые вы делаете, введите внутреннюю документацию, создавайте внутренние, можно, вики по проекту, то есть чтобы когда происходит передача от менеджера к менеджеру, когда вы проводите тот же самый анборнинг или ввод программиста в проект, чтобы не было лишних вопросов и не было двойной работы и делать одно и то же несколько раз. Моя любимая. Неправильный выбор стаи. Представим себе очень-очень модную технологию, как молекулярная кухня. И у нас она. Она очень красивая. Она в тренде. Все ее хотят. Очень дорогая. Но вы не знаете, как с ней работать. И у вас получается вместо того, чтобы сделать красивое блюдо, которое будет фэнси во всех ресторанах, у вас получается что-то такое. Расскажу вам историю про то, как лет так с пять назад по estimational мы взяли двух девелоперов, мы взяли шесть месяцев разработки, и по факту у нас получилось, что две команды, каждая по четыре девелопера, 36 месяцев разрабатывала проект, который до сих пор необходим в рефракторинге. Причина была в том, что первичная команда из двух девелоперов, они заявили то, что они сделают этот проект, и что они знают о технологии. Технологии они не знали. В итоге интерес был в том, чтобы научиться на клиентском проекте разрабатывать на этой технологии. и как результат проект был просто приведен к замороженному состоянию и просто был уничтожен силами программистов. Что можно сделать в данной ситуации? Когда подходите к разработке проекта, необходимо понимать, что вы хотите сделать, и что вы можете сделать. То есть насколько, если у вас есть определенный ограниченный ресурс в плане разработчиков, стека, с которым вы умеете или не умеете работать, вы выбираете то, что вы можете сделать, и то, что подходит для вашего проекта из того, что вы можете сделать. Но если вы хотите использовать какие-то новые технологии, с которыми вы не ознакомы, протестируйте их вначале на более маленьких проектах. Сделайте небольшой тест-драйв для технологии, посмотрите, изучите подводные камни, и уже вы можете их выкатывать на более крупных проектах. И очень важная деталь – никогда не тестируйте новые технологии на клиентских проектах, потому что это испортит вам репутацию, это испортит репутацию компаний, и вы просто потратите впустую деньги клиенту. Мы уже так быстро пришли к вопросам. Давай, Гриша, начнем с тебя, с вопросов из онлайна. Да, там был замечательный вопрос, с которым я очень-очень согласен. Документация на проекте – это прекрасно, хорошо, когда она есть, но очень мало кто любит ее писать. Вопрос такой, кто в команде должен это писать, и как заставить людей этим заниматься? На самом деле сейчас вопрос документации достаточно актуален. И если говорить о том, кто ее может писать или кто ее должен писать, то есть по любому техническую основу лучше всего знает девелопер, который разрабатывал данный функционал. То есть он его может покрыть комментариями код, он может сказать то, что вот мы сделали вот это, вот это, вот так, вот так. Но мы знаем, что девелоперы не любят тратить много времени на красивую писанину. Это можно сделать в тандеме либо с project manager, либо с людьми, которые находятся на более высокой технической позиции, которые знают больше про всю архитектуру проекта, имеют небольшой технический инсайт, которые могут, получив инсайт, от девелопера, который закрыл задачу. Он напишет ее в бриф, то есть очень кратко, так, чтобы это понял человек, который сможет эту документацию развернуть для более легкого понимания уже тех разработчиков или тех сотрудников, которые уже будут с этой документацией работать. Спасибо за ответ. Я так понимаю, у нас есть вопросы из зала. Да, по-моему, во второй истории там говорилось о времени оценки выполнения задач. Кто это делает и пересматривается, если сроки срываются? И кто пересматривает? Смотрите, в зависимости от типа задач и команды сама по себе, то есть правила вы можете устанавливать сами по оценке задач, но золотой стандарт – это если задачи типовые, и они одинаковые по своей сути, то есть, допустим, вот в случае с контентной командой, к примеру, заполнение продуктовых карточек. На заполнение продуктовых карточек тратится примерно вот N времени. И там за период недельный можно закрыть вот такое-то количество этих продуктовых карточек. И здесь эта оценка, она происходит из первая, из текущих KPI, которые выдают из текущего перформанса команды. Если эти наблюдения не велись, то это можно делать на тех же самых weekly planning, которые во втором кейсе разрабатывались. То есть разбираются задачи, то есть вот у нас поступил такой пул задач, мы делаем планирование на неделю, разбираем каждую задачу, сколько примерно она занимает времени, и уже из этого составляются какие-то estimate. В случае, если эти estimate, они не выполняются, то есть производятся на следующей недельной планировке, происходит разбор типа ретроспективы. Почему оно не прошло, что пошло не так, какие сложности, как мы можем улучшить этот процесс в будущем. Еще такой вопрос. Тут документацию написать это замечательно, а продукт он живой, он постоянно развивается, и как ее поддерживать, как не забывать об этом? Ну, это просто ввести это в культуру написания кода. То есть если вы пишете какой-то функционал, и то, что вы внесли туда изменения, то есть эти изменения, необходимо их перенести в документацию. Спасибо. Мне кажется, что у нас еще есть вопрос, но есть и оффлайн вопросы, у нас есть время, это классно. Боря, ты сказал про мотивацию, и что с твоей точки зрения для менеджера или для тебя лично как менеджера самое демотивирующее? Самое демотивирующее? Отсутствие ресурсов. Ресурсов каких? Команды или своих внутренних? Команды. Когда ты понимаешь, когда у тебя есть желание делать, свергать горы, а ресурсов для свержения гор нет. То есть когда lack of skills, мало людей, когда мало людей, lack of skills или маленький бюджет. Это самое демотивирующее. Последнее, мне кажется, прям совсем. Ну, здесь речь не о самой ремонерации самого менеджера, а именно в общем именно бюджета на развитие какого-то проекта. То есть если проект объективно он требует там N денег, а тебе дают N-X, то есть уже оно тирается определенная вера в то, что оно выстрелит и будет расти. То есть, например, если мы говорим про мотивацию в квинтэсенции. Да. Если говорить про автоматизацию любого процесса, это прям топ в топ. То есть чем больше вещей мы можем эффективно автоматизировать и устранить из человеческого первого воздействия, тем лучше. То есть если у нас документация пишется автоматически путем, алгоритмически она выписывается и дополняется, и с этим можно эффективно работать, то это киллер фича, это отлично. То есть чем больше мы в принципе в любом менеджменте, в любом производственном процессе, в любом бизнес-процессе, чем больше мы выносим за скобки, чем больше мы автоматизируем, что оно автоматически само работает, тем лучше. Это всегда лучше. У меня опыта с автоматизированным написанием документации не было. Мы писали документацию вручную, по большей части из моего опыта. Но, к примеру, как Андрей и Томаш рассказывали в первой презентации, то есть у них настолько вот эти дизайн-структуры, они были выстроены таким образом, что, грубо говоря, все автоматически, все классно делалось, те же самые задачи, которые у них автоматически строились. Это было очень читабельно и очень хорошо показало на разработке того же TripAdvisor. То есть кейсы реальные о том, что это работает и то, что это классно, это есть. То есть это 100% оно работает. Это просто то, как качественно это настроить внутри инфраструктуры своей и как бы брать это в работу. Дмитрий Кузьмин. Если проект у вас большой и он включает в себя большое количество фич и большое количество разного функционала, которое необходимо реально описывать и составлять эту документацию, то добавьте встав еще плюс одного человека, который будет с вами работать на проекте, который разгрузит общие задачи и выделит время для написания документации. Плюс, как предыдущий респондент спрашивал, то, что если мы можем разделить написание документации на то, что вот девелопер сделал функционал, расписал, как он работает очень коротко, и потом просто передает это на ступеньку выше, где находится там тим лид или ответственный за проект или продукт менеджер, который понимает язык этого программиста и просто это расписывает в более человекопонятный для более широкой аудитории, которая уже будет с этим функционалом работать. Неоднократно по документации я сталкивался с ситуацией, когда есть программист, который пишет, типа, я не знаю, как это писать, но вот я сделал вот так, вот так, оно работает вот так, вот так. И уже потом оно передается к другому человеку, который уже из вот этой вот выжимки, он уже делает красивую документацию, с которой уже может работать любой человек. Так, друзья, есть еще, Гриша, есть онлайн вопросы? Есть несколько. Давай. Как быть с ситуацией, когда программист попробовал какую-то новую технологию на проекте, а потом исчез из команды? Как оживить проект малой кровью? Это ситуация как раз вот из пятого кейса, когда менялись команды. И если модная технология, над которой работал тот программист, и который учился, и он зафакапил проект, то малой крови здесь, скорее всего, не будет. Здесь, скорее всего, придет это все к переписыванию проекта с нуля. Скорее всего. Потому что, к примеру, вот кейс номер пять, этот проект был архитектурно построен неправильно. То есть с самого начала. То есть его ядро, оно было, ну, оно было неэффективно и не приспособлено для того, чтобы оно работало. А насколько вообще допустимо, да, начинать какой-то проект на каком-то новом стеке? В этом и суть. То, что если мы говорим про какой-то новый стек, то вы должны его протестировать и научиться на нем работать, прежде чем вы его запускаете в крупный проект. В противном случае это приведет просто к тому, что те ошибки по незнанке, которые сделал программист на ранних этапах, они могут аукнуться именно той лавиной и снежной, которая просто скатит весь, произойдет такой ленд-слайд проекта полный. Супер. Есть еще вопросы? Маленький вопрос тут со смайликом. Как жить, если микроменеджментом грешит CEO? Отправить CEO к психотерапевту. Скажи это ему в лицо, Боря. Спасибо большое. Спасибо. Есть вопросы еще из зала, друзья? Нет, но я считаю, что мы с тобой заканчиваем это на такой мажорной хорошей ноте про психотерапевта, сейчас актуальный, со всеми burn-out'ами и так далее, которые сейчас происходят. В общем, спасибо тебе огромное. Давай я тебе руку твою... А, нет, руки теперь свободной. У нас сейчас нет фотографа, нам некому с тобой улыбаться. Вот у нас камера есть. Да, есть камера. Прелестная. Да, в общем, спасибо тебе огромное и увидимся сегодня вечером. Спасибо вам. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok